Такова уж человеческая природа. Если сосредоточились на своём теле, то мигом заболеете. Концентрация на сердце и чувствах принесёт несчастье. Это витальная область. А замкнувшись на разуме, утратите ясное понимание. Нормально? На теле сосредоточились, заболеетесь. На душевных каких-то чувствах лишитесь покоя, будет несчастье. А на уме, то утеряете ясное понимание. То есть, на чём мы не сосредоточились из того, что имеем, всё не так. Да? Там, где топчется ваш физический ум, то есть, там или то, на что вы обращаете внимание, там и происходят с вами неприятности. А в некоторых всё сразу. На теле болезни, на чувствах несчастья, на уме непонимания. То есть, полный конец. У нас, как правило, если расстраивается, расстраивается всё. Да? Так или не так? Вот попробуй тут вот в области, так сказать, сосредоточения раздели. Всё взаимосвязано. Многие из неприятностей мы просто накликаем. Так бывает, боясь заболеть, предтеща болезни. Обязательно что-нибудь найдётся из этой области. Культивирование телесного здоровья порождает страх его потерять. Это здоровье. Культивирование чувства опасности притягивает беды. Это обязательно. Вы становитесь беззащитным кармически. Зацикливание на рассудке нарушает целостное восприятие или видение и лишает правильного понимания. А потому человеку, ставшему на путь сознательной духовной эволюции, нужно держать ум свободным от мыслей и желаний. Он должен стать просто наблюдателем и не вмешиваться ни во что. И открывшись в молчании нисходящему потоку, вы даёте возможность божественной силе наводить должный порядок во всех частях вашего интегрального существа. В уме, в витальном теле, в физическом теле. Ясно? То есть вы должны попросту, открывшись в потоку, устраниться от заботы обо всём. То есть в уме заботы ни о чём быть не должно. То есть та забота, которая необходима, она будет просто автоматически. Совершаться, да? А вы вот как бы усиленно пытаетесь на чём-то заточить внимание, в смысле заботы о чём-то. Вот это всё должно неким образом перестать для вас существовать. Вам сложно от этого отрешиться, потому что вы думаете, если вы о чём-то заботитесь, значит, это хорошо и будут результаты. Результаты, как правило, обратные. Вот тому, чего вы боитесь или заботитесь о том, чтобы не произошло что-то. Поэтому уж давайте, став на путь, всё-таки правильно распределить ваше внимание. Что мне действительно сложно, говорит мать, так это общение с людьми из-за шрама. Они все бессознательные эгоисты. Если я не уделяю каждому из них обычного внимания, они ломают голову, что такое, что я сделал, и начинается. Так вот, мать прекрасно осознаёт, что все живущие в ашраме смотрят на неё, как на духовного идола, и каждый жаждет, чтобы она постоянно уделяла ему и только ему своё внимание. Это действительно бессознательный эгоизм, являющийся следствием абсолютного непонимания, как надо вести сознательную духовную работу. Даже, скорее, не непонимание, а нежелание вообще работать в направлении духовной реализации. Уже само пребывание в ауре ашрама, по их мнению, – это знак святости. И поэтому каждый маленький святой, святой эгоист, хочет непременно стать любимчиком матери. Попадать ей на глаза, чтобы она обращала на неё внимание. С этой целью они досаждают её глупыми вопросами, хотят показать свою активность и заинтересованность в том, что они якобы делают в духовном плане. Она понимает, что в истинной духовной работе все равны. И не может быть никаких любимчиков, продвинутых, непродвинутых. Все равны духовной работе. Оттого ей в тягости общения с этими людьми, постоянно мозолищами ей глаза и выказывающими свои претензии и обиды. Кто молча, кто говорит ей об этом. Но с каждым конкретным человеком нужно говорить на уровне его сознания. На уровне его сознания, дабы было понимание с его стороны. И давать ему советы, исходя из его индивидуальных особенностей. В индивидуальном общении всё должно быть согласно конкретной личности и твоему пониманию, что собой представляет этот человек. Вот я для вас, для всех говорю, ну, вроде бы одно и то же. Но я пытаюсь варьировать варианты одного и того же, ну, совсем как бы в разных ракурсах. Это видно. Ну, для разных сознаний. Вот я не специально это делаю, так получается. Так же и мать делала. Она тоже говорила вот в агенде, я говорил уже об одном и том же, как бы с разных позиций, с разных подходов. Где-то попроще, где-то достаточно сложно. Но попытка как бы достучаться, достучаться до конкретного человека, она в разных вариантах представления материала вот одного и того же, в разной форме. Это делается невольно, нет специальной какой-то программы или вот установок, как говорить и что говорить там для среднячка, там слабачка или для духовного эгоиста. Есть люди, которых долгое время приходится держать на расстоянии, как бы на голодном байке для их же пользы. А кому-то надо почаще давать советы и кое о чём напоминать. Но что категорически возбраняется в большом коллективе, так это собираться в маленькие группки, где тот же появляется жёсткий лидер, подминающий под себя всех остальных, объявляющий себя рождённым в духе, потому считающий в праве получать других. Ну, как говорят, я рождён в духе. Кто сказал? Александр Васильевич мне сказал. Я ни сном, ни духом не ведаю. Как-то вот в Хабаровске там вообще у них как роддом или что-то вспомогательные роды шли. Там рождались в духе неимоверно, десятками, чуть ли не сотнями. К нам шла информация, что там родовспоможением занимаются всерьёз. Мне смешно было, но тем не менее, там какой-то лидер нашёлся, он всех рожал, как повивальная бабка в духе, там сыпались просто гроздьями эти самые рождённые. Не знаю, как сейчас, куда они делись, в какие-то терроры попали, но вот такая была информация. Так что люди с ущемлённым эгоизмом и, как правило, с оккультным уклоном или с оккультным шлейфом, с оккультным прошлым – это страшная зараза, от которой очень трудно избавиться, не осознав опасности подобного явления. Вот если человек с оккультным прошлым, очень сложно избавиться от этого шлейфа оккультного. И он, попадая вот в среду людей, духовно продвигающихся, верно, в нужном направлении, всегда способен ввести некую смуту с оккультным уклоном, с душком, какие-то советы давать. Я просто знаю эти варианты. Поэтому вы, Александр Васильевич, не слушай, он там по-своему этим сам. А вот вы должны знать, что есть ещё и вот это. Ну, примерно. Я просто знаю, вот, мне это, информаторы иногда говорят, вот, что есть такие люди и говорят, ну, мало ли, что Александр Васильевич говорит. У него свой путь, а у вас у каждого свой путь. Вот, ну, у каждого. Путь-то, вообще-то, свой должен быть один, да? Своих подходов к истинному пути может быть много, с пробами, с ошибками, но путь генеральный, он только один, не может быть параллельных истинных путей. Так не бывает, да? Параллельных. По-настоящему путь один. Вот. Поэтому хотелось, чтобы вы, ну, больше прислушивались, о чём вам говорят и пишут с трибуны, да, говорят, и меньше вот так кулуанных разговоров кого-то слушали на эту же тему. Не хотелось бы. Субстанция, говорит мать, едина, всё едино, хотя мы об этом и забываем. Мы всюду видим разделение, а это совершеннейшая ложь. Мы основываемся на том, что видят наши глаза. Это настоящая ложь. Немного изменив сознание, ты замечаешь, что это не так. Ну, супраментальное сознание, новое супраментальное сознание, даёт однозначный ответ на вопрос о единстве мира. Мир действительно единый. В основе его лежит единая субстанция или единая вибрация, или благодать, и хотите, вибрация, или любви, которая всё связывает, которая открывается в конкретных ощущениях при нисхождении супраментальной силы, в частности, физическое тело. И до этого момента единство мира виделось из индивидуального центра, из нашей души или из психического существа, из новорождённой души, который, выйдя на свет, озарял какое-то время своей любовью, живое и неживое, но именно озаряло, а не сливалось со всем сущим. Что Бог есть всё, что Бог есть любовь, становится настолько очевидным, что ты даже этому не удивляешься, как будто всегда это знал, когда ты отождествляешься или становишься единым со всем сущим. То есть, когда твоё индивидуальное, пусть духовное начало, становится, по сути, божественной индивидуальностью, той самой индивидуальностью, которая охватывает всё без потери памяти и индивидуальности. Конечно, знали, да, мы это, что всё едино где-то изначально, в нас это ощущение и чувство присутствовало, но оно было неоформленным, и в результате работы на пути это состоялось. Если вы действительно отождествились со всем сущим, всё, что казалось разделённым и отдельным в существовании и в взаимодействии друг с другом, всё-таки оказалось единым. Причём с момента действительно обретения вот этой истинной сущности и нового тонкого вибрационного тела, носителя жизни вечной, это становится для вас непреложным фактом. Даже в самой материальной материи, говорит она, даже в камне разделение исчезает после изменений вашего сознания. Весь мир – это разная степень концентрации, разная режима вибрации, причём в одном и том же. Ну, в Евангелии от Фомы есть замечательные слова Спасителя о единстве всего сущего. «Разбей камень, и там найдёшь меня!» Нормально? Ни Иисуса, ни что-то конкретное, вот те самые вибрации, ту самую ткань, то самое вечно живое и истинное, что он собой представляет. В камне тоже есть, то же самое, в самой глубине, в самой материальной материальности обязательно вибрация любви, вибрация благодати, ну, то, что действительно объединяет мир, и делает его единым целым, как божественным творением. А к словам матери о единстве мира Садпрем добавляет следующее. Цитирую. Математическая модель единой теории поля Нобелевского лауреата Гельмана это теория кварков, он за это получил Нобелевскую премию, странным образом сближается с восприятием матери, поскольку материальный мир состоит лишь из электромагнитных волн очень высокой частоты. Согласно этой теории, сама материя – это сгусток волн в тот момент, когда они преодолевают некий частотный порог. Таким образом, наше восприятие пустого, полного, твёрдого и проницаемого оказывается лишь различием частоты режимов вибрации в одном и том же. И вот эта единая базовая вибрация, которая лежит в основе всего сущего, в основе мироздания, собирается в пакеты уплотнения со всего возрастающей плотностью. Именно этот процесс последовательного пакетирования, что ли, вибраций определяет разнообразие мира, разнообразие планов сознания, планов бытия. Самый совершенный прибор способный зафиксировать эту единую базовую вибрацию изобретён Господом Богом. Это наше супраментальное тело или супраментальное сознание. Человек не может изобрести прибор, который может как бы воспринимать то, что лежит в основе мироздания. Вот сейчас понятно, что Вселенная, вот та видимая Вселенная не может существовать без наличия, так сказать, в этой Вселенной невидимой глазу, некой тёмной материи или тёмной энергии. То есть, математическая модель показывает, что вот то, что сейчас мы видим в форме материальных тел и даже полей, которые способны фиксироваться приборами нашими, человеческими, Вселенной не может быть целостной. Значит, нужно нечто скрытое, вот то, что где-то есть, но что нельзя пощупать, нельзя потрогать и нельзя измерить. Так вот, эта тёмная энергия или тёмная материя, наверное, может претендовать, ну, условно говоря, на роль Господа Бога. Потому что основа всего и вся. Всего где-то 4%, чуть меньше, вот видимой материальной Вселенной. Остальное – это тёмная материя и тёмная энергия. Вы можете себе представить? Мы этого не видим, не чувствуем, вернее, чувствуем, если мы открываемся чему-то. Да, должны чувствовать. Но учёные поймать это не могут. Это никакой не бозон Хиггс, они пытаются частицу открыть. Частицы – это уже слишком грубо. А вот то, что невозможно потрогать, пощупать и инструментально изобретённым человеком прибором зафиксировать, это, наверное, и есть, что можно отнести к категории базовой вибрации Вселенной или Господа Бога, если хотите, всеобщее что-то. Вот, ради Бога. То есть это то, что есть и задумка, и исполнительная сила, и результат этой задумки в исполнении. Вот это и есть, наверное, Господь Бог в его ипостасах во всех. Как идея, как инструментарий для реализации идеи и то, что получилось. Это вот всеобщее божественное. И в каждом из нас вот частички, наверное, тёмной материи, на самом деле, абсолютного света должна быть. То искра Божия. Да? Вот не случайно материя тёмная, а вот там наивысшего качества вибрации. Знаете, вот как полярные, противоположные вещи в одном. Вот. И то, что оно, наше тело, новое, супраментальное тело и носитель жизни испытывает в тончайших переживаниях, невозможно зафиксировать никаким прибором, изобретённым человеком. Невозможно выразить никакой физической теории, никакой математической формулы. Ибо божественное для человека, живущего в плену материальных догм, всегда будет недоступно, всегда будет тайной за семью печатями. Вот как-то не так давно прозвучала мысль, что оно супер, современно, мы супер дорогому ускорителю лимитарных частиц Швейцарии открыли, наконец, частицы Бога. Это бозон Хиггса, живущую какие-то сто-миллионные доли секунды. Понимаете, вот частица живёт сто-миллионные доли и секунды. Может, вот и открыли, не станем спорить, но гораздо проще, существенно, дешевле по материальным затратам открыть Бога в себе и во всём сущем, убедиться, что Бог не только энергия, но ещё и любовь или благодать. Это гораздо проще, дешевле. Что мне даёт то, что открыли какой-то бозон Хиггс или частицы Бога? Мне, что это для меня? Но нас же зомбирует по полной прогрессу. наконец, сейчас мы эту частицу поймаем, сейчас мы её спакетируем, сейчас мы изменим мир. Да, вы изменить себя-то не можете, бедного, больного, страдающего, вы ещё какую-то частицу поймали, спакетировать её хотите. Вообще, бред, шизофрения какая, честно. Фильмы такие снимают даже, вот смотришь американские видеофильмы, не видео, а где выступают учёные, и вот с таким вот восторгом открыто, там столько миллионов планет подобных Земле, вы представляете, вот сколько там вот существ нам подобных, не дай Бог, вот количество существ нам подобных, вот не дай Бог, чтобы их было вот, я не знаю, они радуются, говорят, вот какое счастье, вы представляете? То есть, они тоже другого убивают, там что-то делают, вот это, ну, нехорошо как-то, да, вот нам подобных не хочу. А если не будет нам подобных, то мне и так хорошо без этих вот там, которые где-то далеко. Мне бы и так хорошо было без них и без вас. нам подобных, вы понимаете? Но люди так вот всерьёз увлечены, как же интересно, я не знаю, это вообще ужас, представляете, вот соберутся на конгресс вот такие вот кровожадные вампиры и будут решать, как жить дальше во Вселенной. Монстры, не дай Бог. Вы меня поняли? Вот. Так что давайте создавать свою Вселенную мощную, хорошую, вот, на самое, оборонитесь от всей заразы. Вот что нужно делать в индивидуальном порядке. Вот. Ответ матери на вопрос Сатрема. Неужели необходимо спускаться на уровень подсознательного? Разве нельзя воздействовать на мир сверху? Малыш, я уже 30 лет воздействую сверху и ничего не меняется. Трансформации нет. Даже обуздать подсознательное можно сверху, но трансформация требует нисхождения вглубь материи. Можно сказать, зачем спешит, природа всё сделает сама. Природе потребуется миллиона лет, и сколько людей и вещей она потратит впустую. Ведь для неё миллион лет всё равно, что один вздох. Ну, она здесь говорит о том, что приподнявшись в сознание над телом, можно заняться упокоением, но не трансформацией подсознания. Как это делают буддисты, как это делают иные поклонники восходящей медитации. Ты будешь счастлив этим. Твой холодный покой ничто не будет тревожить. В процессе медитации уж точно, но твоё бренное тело так и останется нетрансформированным. Оно так и не родит себе носитель жизни вечной, так и не обретёт радость божественного бытия. А это становится возможным только с помощью нисходящей божественной силы. В процессе следования по пути сознательной духовной эволюции. Нисходящая сила, которая трансформирует наше подсознание с массой всяких непотребств и несовершенств. Только так можно решить эту проблему. И с момента явления на землю спасителя в земном человечестве открылась эра индивидуальной или сознательной эволюции. Индивидуальной сознательной эволюции. Теперь божественной природе надо активно помогать. Мы ей должны помогать, ибо всё, что могла, она уже сделала в ходе стадной эволюции. Она буквально вытащила нас из сугубо животной жизни и даровала нам разум, даровала нам интеллект, даровала нам тот самый орган, который способен задать главный вопрос. А главный вопрос один единственный, который должен задать интеллект. Для чего мы появились на этой земле? О смысле существования человечества? Вот это главный вопрос. Вот для этого интеллект нужен. Животные таких вопросов не задают. Они просто живут. Вот интеллект для этого и нужен. Ну, конечно, нужно что-то изобрести, чтобы не было голодно-холодно, чтобы не сильно страдали. А чем сильнее, тем лучше, конечно. Вот. Ну, чего вы так на меня смотрят? Скорее делом займётесь. Ну, вот главный вопрос, который наш интеллект должен задать. О смысле нашего существования, о смысле нашего появления на если вы задали этот вопрос, это свидетельство о наличии ваш духовного таланта. Ответ на этот вопрос есть. Работайте, трудитесь, всё придёт в норму. Понятно? Вот для этого умножить. А ещё для чего он нужен? Не знаю. Ну, я говорю, высшая его форма, интеллект. Животное таких вопросов не задаёт. Это понятно, да? Многим людям кажется, что сам факт их рождения здесь на земле уже говорит о том, что они стоят на учёте у Бога. Что он их знает, должен непременно им благоволить. От этого заблуждения необходимо избавиться как можно скорее. На учёт Господом ставить сток тех, кто сознательно открылся ему через посредство стяжания дух, то есть тех, кто настроился на божественную волну. Только тех он может и знать, а остальных он не знает. Откуда? Если вы с ним на разных волнах, на эгоистической волне, с ним познакомиться нельзя. Так не бывает. А так Господу всё равно, кто ему откроется. Не важно фамилии, имя, отчество. Важно, чтобы человек открылся. И вот тогда он начинает вам благоволить, тогда он начинает вам помогать. тогда, когда он вас узнаёт. Только тогда, когда вы с ним на одной волне находитесь. Понятно? Наверное. А так откуда он вас знает? Вы забронировались в эгоизме, забетонировались, он вас должен знать, вы его можете попросить, он обязан вам помочь. Вот такая сегодня религия игривая, особенно в западном мире. Он обязан меня знать. Что касается духовно одарённых людей, то они безусловно занесены Господом в его реестр, но до тех пор, пока духовная потенция не начнёт сознательно проявлять себя, пока человек не начнёт отдавать Господу долги, его ждут многие неприятности, в чём во всех сферах жизни. Кармический педагог непременно постарается наставить должника на путь истинный. Мать о супраментальном знании. Совершенно небывалое чувство. Какая там уверенность? Это факт. Ведь все вещи, суть теперь факты. Очень тяжело это объяснить. Но вместе с таким знанием приходит полная сила. Она всегда рядом. Но факт, абсолютность знания приходит от дождественности. Ты есть то, что ты знаешь. Вот блестяще она это всё описала, причём очень точно слова подобраны. Супраментальное знание, вот это новое знание, которое позволяет нам, открывает нам новое сознание, безусловно, не продукт ума, не продукт нашей памяти. Это нечто, что заставляет вас стать тем, что вам необходимо узнать. Вещью вы становитесь с человеком, процессом, ситуацией, где всё вам становится известным от первого источника. Вы отождествляетесь тем, что вы познаёте. Вот этот принцип, ну, уму непонятен, как вот, как это отождествиться. Ну, отождествиться совсем непонятно, аж потом отождествиться, как знать всё об этом, с тем, с чем ты отождествился. Так вот, отсюда становится понятна формула, выведенная духовным учителем современности, великим духовным учителем Джиду Кришнамутти, наблюдающий есть наблюдаемое. То есть, ты отождествляешься с тем, что ты наблюдаешь. То есть, абсолютное знание об этом, оно открывается тебе без всяких усилий. Странно, правда? Понятие от умом абсолютно невозможно. Причём, это знание приходит в силу необходимости только тогда, когда это действительно нужно. То есть, любопытствовать в этом новом состоянии сознание нельзя, невозможно. Как я буду любопытствовать, знать там, что-то там где-то творится. Вот это нужно в моей жизни, вот сейчас это приходит. Понимаете? То есть, сознание нелюбопытствующее. Эго нелюбопытствует, оно просто использует те знания, необходимые знания в текущий момент, в той факторной ситуации, когда они необходимы. А так ум спокоен, что он будет себя грузить всякой ерундой. Он свободен. Но в любой момент нужное знание, если оно нужно, оно просто приходит. Представляете, а так вот всё звенит, всё нормально, всё хорошо. Надо знать, будете знать. Не надо, будете молчать и благодать испытывать. Что вам ещё надо? Вы хотите все время знать, 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 думать, 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 вы уже устали, да? Сколько можно, что-то голова может перегреться. на самом деле. Вот. Это знание не требует никакого подтверждения, ни дополнительных источников. Оно для вас непреложный факт и несёт в себе силу, силу реализации. То есть, это знание ещё и направлено на реализацию. Не просто, оно теоретическое. Оно прикладывает руку к реализации того, что вы знаете. Понятно? Автоматически. Вот. Это не модельное знание, модели нет. Есть подлинное, есть то, что на самом деле людям от науки это понять, пока они сами не испытают нечто подобное, невозможно. Как это так? Знание, которое сразу в действии, знание, которое всегда правильно и направлено на правильное действие. Но это же невозможно. У такого быть не может. Мне это очень помогло в моей профессиональной деятельности при расследовании тяжёлых авиационных происшествий в ходе анализа состояния действия экипажа в экстемальных ситуациях. Когда собирается воедино вся имеющаяся информация об авиационном происшествии, в том числе информация, которая содержится в так называемых чёрных ящиках, разрозненная, зачастую, казалось бы, противоречивая информация, то ты, обладая новым видением, новым сознанием, видишь и чувствуешь то, что видит и чувствует пилот или другой член экипажа, но при этом одновременно знаешь, что он не видит и не чувствует и, в принципе, не может этого сделать в силу ограничений возможностей функционирования его сознания. ты становишься им, ты становишься всей ситуацией одновременно, вот как бы отстраняешь ты этой же ситуации, понятно? И когда применительно к нему ты видишь, что в этой ситуации он не видит того, сего, не видит сил объективных обстоятельств. То есть, ты можешь как бы играть, быть сознанием пилота и быть самой ситуацией. Это очень упрощает вообще всё. Представляете, ты вся эта ситуация от начала до конца, ты пилот, ты диспетчер, когда он вмешивается. То есть, вот это отождествление шизофрении полное. Но написать вот это, вот так сказать, что ты отождествляешься, приходится действительно массой всяких фактов подкреплять то, что ты видишь, это всегда правильно, ну, для того, чтобы умный человек, там, начальник большой прочитал, а ему было всё понятно. Вот я этим и занимался. Я сразу увидел всё, что надо, я всё увидел, что нужно, там ещё месяца два или три, они собирают материал, а мне говорят, начальство говорит, ну, ты пишешь, я говорю, вы всё соберите, да, пишу. Но я писал книги в это время, вот наши книги, поэтому я не слукавил, я писал. А потом, когда подходило время, там надо было уже что-то сдавать, вот, но мне два-три дня надо, чтобы всё это сопоставить, и станиц 15 написать, и всё нормально, всё. Как правило, никаких возражений никогда не бывало, всё было понятно, всё объяснимо, вот. Вот апофеозом всего этого был вот случай с самолётом с польским, с Качинским, когда его, ну, буквально, свой пилот убил. Они до сих пор чего-то, там какие-то расследования устраивают, какие-то миллионы на это тратят, в тот какой-то шизофрении, были там два взрыва, да, первый взрыв, когда это крылом дерево, посаженное Сталином и Берием, шип, ну, там они писали, а потом, когда самолёт просто вверх колёсами грохнулся в землю, да, два взрыва, но они, естественно, физического происхождения, всё правильно, ну, два взрыва. Они считали, что заложено было, когда самолёт ремонтировался в России, а этот самолёт Ту-154, правда, с американской, навигационной начинкой, что когда он здесь это самое ремонтировался когда-то давно, что уже взрывчатку заложили, то есть вот эта шизофрения польская, она была там на первом месте. Я общался с нормальными польскими ребятами, с расследователями, с военными, замечательные ребята. Мы с ними всё обговорили, всё было написано, и вот то, что я писал, я три заключения писал по этому самолёту, три было заключения, в частности, действия их пилота в экстремальной ситуации. Эти все заключения были приняты польской страной без возражений, то есть особого мнения не было, по человеку вообще никакого особого мнения не было, по другим системам, по навигации, там ещё какие-то системы исследовались, они с особым мнением поляки были, а тут вот сказать было нечего. И даже выставили на сайт Маковский, вот мои заключения, они где-то долгое время болтались, не знаю, может, они и сейчас там есть, но я написал, конечно, классический, я сейчас смотрю, скажу, «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Написано было, конечно, хорошо. Причём вот из этого нового сознания и так всё легко было. Кстати, вот, ну, как песня, просто интересно. Вот было интересно работать, было интересно представить то, что ты знаешь вот в словесном выражении. Это самая большая сложность, я вот знаю, да, а вот это надо ещё написать. Вот это вот было уже интересно, вот как бы отдел техники. Вот, действительно интересно. И очень быстро, в читанные минуты выстраивается причинно-следственная связь, когда ты ситуацию целиком ощущаешь, каждый фрагмент встаёт на своём место, становится понятна не только вся видимая динамика развития ситуации, но и вскрываются, сказал бы, маловажные факторы, которые на самом деле являются базовые. То, те, что именно заложили мину, то есть взрыв, который привёл к печальному исходу. в частности, пилота, который ввёз президента, его близко вообще к кабине самолёта, к самолёту нельзя подпускать, вот просто, в силу его психологических особенностей. Когда я увидел в его личном деле подпись его, вот такую мелкую, вот такую мелкую, ничтожный червячок, если ему скажешь, убить президента, ну, условно говоря, только не записывайте, он это сделает, полезет в любой туман, там вообще не было видно в 20 метрах ничего. Сами же поляки, которые до этого прилетели на этот аэродом на самолёте Як-40, он выходит с ними на связь, они говорят, Аркаша, тут делать тебе нечего, не лови, вот конец тебе, а вон вот сажает, сзади стоит пьяный генерал и командует. Этого пьяного генерала пинком надо было из кабины и уходить на повторный заход. Но Господь Бог решил, что должно быть вот так. И всё. То есть тут против Господа не попрёшь. Ясно? Я доказал, что генерал был, стоял за спинами пилота в кабине, только там он мог получить такие травмы. То есть было, а то не было генерала, я говорю, был генерал, был, вот. И показал на характерных повреждениях, что это он мог получить только в кабине, стоя за спинами пилот, причём стоя. Ну, всё как полагается, вот без обмана. Это было отдельное заключение по тросологии. Ну, в общем, интересное было расследование. Вот увидев по телевидению, мы были, по-моему, на Босибирске, картинку падения самолёта Боинг 737 в аэропорту города Казани, это было 17 ноября 13-го года, в Казани пал самолёт Боинг 737. Я этим же вечером интуитивно почувствовал, что пилоты сделали, что при уходе на повторный заход, я понял, что они уходят на повторный заход, ещё не знал это, функционировали в режиме эмоциональной деятельности. Именно их размашистые по амплитуде действия колонкой штурвали привели к потере скорости и сваливания самолёта на малой высоте. Почему они перешли в этот режим деятельности? Вне всякого сомнения по причине психологической неустойчивости. Отсюда вопрос к психологам, которые проводили тестирование, к тем, кто рекомендовал их на лётную работу, кто отвечал за их профессиональную лётную тренажёрную подготовку. Это тянет за собой длинную цепочку щекотливых вопросов, которые надо тщательно исследовать и сделать из этого соответствующего вывода касаемо профилактики. Вот вам пресловутый человеческий фактор и в небе и на земле. Так что всё было понятно мне даже вот по картинке. Вот картинка я увидел, как он упал, потом как задрал носик, как свалился на крыло. Мне понятно, что он делал уже. И когда я приехал в Москву, прилетел, я зашёл в МАК, я говорю начальнику, ну чего, что это самое, переселил, штурвал-то автопилотом, он говорит, ну, ну да, да, откуда ты знаешь, ну по телевизору вы же картинку показывали. Как что, мне мы не показывали, ну как он падал-то, я же видел, я поэтому и понял, что он сделал. Вот, а им надо вообще голову чесать, что он сделал. Мне было понятно. То есть, я настолько вот, ну, как бы, отождествляюсь с тем, что происходит и с тем, кто участник этого, то вот вообще всё понятно. То есть, я бы тоже так сделал, не умею ничего делать. ну ладно.